сегодня у нас 3 число октября мы все фами вот это красиво оформлен вход в парк ниже здесь недалеко будут находиться родники эта дама воду из родников принесла чтобы бархатцы полить но собственно ландшафтный парк вход в который осуществляется по билетам чуть дальше расстояние километра мы туда и поедем а потом наверно проедем мимо пантелеймоновского собора я знаю вот этим местами но никогда не заезжал отсюда то улица академика лебедева вот рядом перекресток с метеорологи отлично солнышко выглядело мы сейчас с тропами проберемся в парк ландшафтный парк в сущности можно считать что это филиал ботанического сада тогда можно этот ландшафтный парк здесь купальня будет вот этими розами купальня поздненько я сегодня выехал вот она и вижу и спустимся потрогаем хоть воду рукой насколько она холодная поздненько я сегодня выехал решил совершить дальнюю прогулку и находясь дома даже я не я не знал что поеду фиафаню да если знал что поеду взял бы полотенце и погрузится в купе вот здесь течение движение воды наблюдается вода здесь очень холодная сколько я помню да не буду купаться без полотенца зато никого сейчас наверх подняться скользкий помост здесь покрытся лизью наверх и так вот двигаться в этом направлении пока мы трупами не заедем в парк поделим он целитель это здоровительная купель да вот кстати говоря родники слева часовня над ними и вот ручей как бежит по воде быстрое течение ручьи мощные выходы воды надо полагать сейчас мы посмотрим на ручей подойдем к нему а конечно ну мне ну но очень чистый ручей ок не засоренный ничем здесь Здесь мягкие, набухшие влаги, грунт и визень, как на сердце. Да. Даже слышно, как журчит водичка. Очень все здесь чисто, ничего не загажено. А вот передачная труба, небольшая. Как можно купили к роднякам подойти. Разыгралась погодка. Это вот чудо дубово-грабовый лес, боже какой он сказочный. Вот в этом освещении чуть сумрачном, кажется огромным и сказочным. Здесь этюды можно делать художником, пейзажистом. Художник-пейзажист никогда не останется без идей. Природа вдохновит его всегда. Сегодня 20 градусов, день теплый. теплый. Немного ветреный. Переменный. Переменная облачность. Да. Красивая часть. Парка здесь. Старые дубы особенно выделяются. Держат на себе всю композицию, а грабы ее дополняют. как атланты. Дубы как атланты. Как рада тянется жилых комплексов. Земля понижается. Упс. Вот мы и в парке в ландшафтной части. Выехали прямо к Лекарскому огороду. Как и в прошлый раз. Все здесь отсвело. Все убрали. Ну а мы спустимся к озерам. Вон пантилемоновский собор. Яблочек нет, не вижу. Это шелкуется. Вон пантилем. Вон пантилем. Вон пантилем. Подъедем к нему Еще осень сюда, как следует не пришла, а только прокралась Котальпы 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 Как все загорелось Это ведь дело должно быть Форзиция Свисает Плати Клаудис Клаудус Ориенталис По-русски будет Плосковеточник Вот он как он будет Плосковеточник Да, действительно, веточка у него плоская совершенно Интересный плод Похожий на водяной орех Челим Рогатый 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 Там у них ранжереи надо думать Утки Утки уже подросли почти Утки Не отличишь от взрослых Утки 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 Прокатимся по сонным берегам Вода какая мутная Вода какая мутная Зеленоватая Это царство черепах Что интересно сейчас делают Сидят по норву Кушать же надо В спичку впадать надо Ха-ха-ха-ха Пройдемся немного Я оставил велосипед Бирюзово-зеленая вода А в ней инфернальные Инфернальные нотки Ха-ха-ха-ха-ха Ужас Ну что, такого хохота Можно и посидеть какие цветах не зря я сюда поднялся какая прелесть раньше вот сюда можно было доехать не слезая с вела ну как видно много поваленных деревьев теперь я доезжал сюда это вот молодежь набросала здесь тарзанка у них надо попить чаю в видовом месте ну так чтобы термос у меня не укатился а то если вдруг опрокинется на крутом слое я уже его из воды вряд ли выловлю он сейчас полный плавать не будет срок одну пойдет а 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 черепах я нигде не наблюдаю уже поздно для них вечер по сути приятно что солнце немного порадовало а 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 Убедительно, сил не хватило ему Ева отличная Пойдет чай в одну из беседок Хорошо здесь нет никакой радиотрансляции, никакой музыки, боже Ну, поси боже, каких-то новостей Я вдруг подумал, как можно убить все очарование Очень просто убить на повалке сумах Он еще только набирает красоту Тут занято Можно вот на ступеньках Здесь, вот здесь Шикарно будет Или рядом С ступеньками Заметил змею Сейчас мы попробуем снять Я в змеях не разбираюсь Но это не уж Я так думаю Это ужик Видно по желтым точечкам Видно по желтым точечкам Вот он, нырак Ты красавица Ух ты какой Боже Какой мягкий А это что такое? Он сам испугался Он же не знает Куда бежать Со всех сторон Выпадают Устал Ладно Вижу, что ты уже запыхался Пойду Допивать чай Устачки танцуют Это пара Самец И самка Опускают клюв к воде Словно клюют в воду Красиво Сейчас они почти синхронно это делают Или асинхронно Когда так получается Как здесь хорошо Приплывали ко мне утки Устраивались здесь танцы Интересно они танцуют Самец и самка Как бы кланяются Друг к другу Вот Находясь напротив Друг друга Напоминает Архаическую Детскую игрушку Молотобойцев Вот Которые Молоточками бьют По Наковальне Или что-то там делают Не помню Или это там мишки Что-то делают Или молотобойцы бьют Туда-сюда Есть такая детская игрушка Красиво посажены сумаки Вот в этом месте Вот здесь Я так кустов Групп Кустистых Все, едем Долго я здесь просидел Немножко пройдусь пешком Не хочется Так быстро покидать это место Иволка так плачет Или протяжный Такой Свист Затихло Калина Как отлично Взросла беседка Вот мошкара Вот мошкара Долго я здесь Немножко пройдусь Можкара Подожди Вот мошкара Можкара Можкара Взросла Немножко пройдусь Поднимусь я к собору. Можно, кстати, так подняться. А можно вот так. Решил заехать к источнику и спить немного в водице. А, здесь тепло уже. Источник целителя по тюрьмура. Перед понятелем она. Люди идут постоянно с бутылками сюда, с водичкой. Какое крупное дерево. Здесь росло на склоне. Здесь купальня. Надо думать. Да, мне про нее говорили, но я как-то все время мимо нее проезжал. Здесь тоже можно водички набрать. Музей работал. Узнаю автора. Он во Флоровском агротуральского садика. Оформлял. Оформлял. Молодец. Снатный. Мастер. Особенно вот эту деталь, я помню. И тоже тяло виноградное. Сушится полотенце. Сушилка тут. В общем, все тут работает. Надо думать, раз полотенце сушится. Здесь можно отдохнуть. Надо бы как-то посидеть на купальню. Сюда какая-то дорога идет. Прокатився немножко. А потом вернемся к Пантелеймоновскому. Я сказал бы, что здесь место было хуже, но не хуже, наверное. Дальше ехать некуда. Яр. Зато граб есть. Хватит. Ух, что за шашуаз. Посмотрим, насколько. Хорошим. Насколько древесина. Хорошим, но этот уже старенький. Порвнивший. Весь грибом порос. Грибком каким-то порос. Древесина, так поеду, плотная очень. Плохо видно уже. Пес доволен, меня выгнал и сразу лаять перестал. Ответственный пёс. Тоже так. Кому какой нрав и какие качества от природы завещаны. Кто-то такой и есть этот пёс ответственный, господин. Вот. Вот что, сила и есть. Какой простор. Далее еще дымкой покрытой, так пожары не прошли, где-то клеют. Ну что, поедем. Тут чернозема завезли свежего навоза, точнее, пахнет навозом крепко, боже, забытый уже почти запах. Раньше его было столько. Вот ты какой! Ну что, можно сказать, отлично прокатился. Поедем. Думаю ехать лесом. Лесом до Китая. Буду ехать лесом. Только чтоб не встретиться мне там с бесом. Будем надеяться, что сотые угодники нас не подведут, не выдадут. Темнеет. Перебрались мы через проспект Академии Козоболотного и в лес снижаем. Да, здесь пора уже фанер включать темно. Попробуем совсем. Там я въехал, черт. Ну ладно. Куда занесет? Тут госпиталь Феофания. Здравствуйте. Слева больница Феофания, да? Да. Мы прямо по тропинке, да. Ну ладно. Спасибо большое. Не туда, но уж куда попасть. Хорошего вечера. Угу. Угу. Я подумал, что лучше мне теперь ехать на выставку. Раз я оказался здесь, возле больницы, а оттуда уже буду возвращаться по Голосевской улице через Демеевку и центр. Не помню, ездил ли я по этой дороге. Ну да бог с ним. Как-то она не туда меня ведет, а может и туда. Разберемся. Ах. Это все еще территория больницы, я так думаю. Да. Куда нам ехать? Ну не знаю, будет ли клиническая больница Феофания. Куда здесь будем ехать? Ох. Здесь какой чудный. Ох. 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 Здесь все закрыто. Ничего знает куда мы теперь едем. Вдоль больницы. Ох. 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 Все, окончилась больница. Ох, отлично. Спуск пошел. Скоро будем уже ее Колосеева, я думаю. В ДНХ в смысле мы и так Колосеева. Упс. Здравствуйте. Ох. Ох. Боже. Ну хорошо, что не остановило. Не остановило. Велосипед не попал на спицы. Так. Как нам лучше? По карте лучше налево поворачивать. Так мы и сделаем, будем подниматься. Кажется, я приезжал позапрошлой весной по этому месту. Здесь по краям. По крутым краям этой дороги росли чудные фиалочки. И я их рассматривал. Но это было позапрошлой весной. У меня интересная мысль вчера в голову пришла. Иногда YouTube предлагает посмотреть интересное видео. И позавчера он первый раз мне предложил посмотреть видео записанное профессором Хэнсом. Хэнсом. Не Хэнсом. В смысле красивый. Хэнсом. 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 Вот он. Оказывается, очень даже не глупый человек. Хэнсом. Вот он. Классицист. То есть его специальность основная – это история и культура Древней Греции и Рима. И я думаю, он владеет в какой-то мере и греческим, и латынью. И он много писал о Древнем мире. У него есть интересные книги. Я посмотрел. Вот. Ну, уже во второй половине жизни стал писать из современности. Разумеется, сквозь призму. О, боже. Этот дуб я знаю. Чудесный дуб. Сквозь призму истории и философии. И видео были там разные. Одно было о качестве нынешнего образования в Америке. Он мне очень недоволен, кстати. Так. Брат, тебя тут убивали, а ты молчал. Потому что тянет глотки, чтобы кричать. Почему природа не дала дубу речь? Не дала ему голосовых связок горла, легких. Его бы обижали. Он кричал. А-а-а-а! На весь лес. может только представить какой-то был крик убивают среди ночи милиция приезжала хватало сразу всех зачинщиков они бы бежали а он бы он же высоко стоит он бы говорил вон вон они провели бедный дух природа его не наделила такими свойствами ладно таки про профессора хэнсом а вот я слушал да он все правильно говорит сейчас всех всех ругают это нормально ругательный ругает это нормально но примеры его отличались изяществом когда он иллюстрировал свои мысли слушать было очень приятно я их же не буду еще один не буду распространяться умирают уж тоже бедный на тебя хочешь столь струа дуб есть но это не дуб а дуб нет это крона тополя который вот растет рядом с ним смешалась с кроной дуба на кроне дуба нет ни одного листика и тут мне в голову пришла чудесная мысль исключительно чудесная я вспомнил вдруг ницше его философия и его пророческий тезис это как раз на рубеже 19 и 20 столетия бог умер бог умер человек остался один теперь ему надо думать и решать все существенно ницше понимал что будет в этом огромном мире который человек населил божествами и полу божествами просто волшебными творениями человек уже не мог жить мировое воображение умер развилась наука техника вот он стал одинок и ничтожен в этом мире поэтому надо было что-то придумать чтобы возвеличить себя построить храм саму себе грубо говоря так бог умер куда мне ехать что-то не то ну так и едем пока не будем уже бродеть по лесу едем просто прямо краю парка или попробуем сейчас я решу продолжу свою повесть да ты продолжу свою музыку в принципе тезис нет и бог умер и началась первая потом вторая мировая война которая по сути были одной большой войной это не просто совпадение а это в некотором роде причина и следствие так думал и вот когда я слушал хансона я вдруг подумал слушаю жалобы на только что преподают и как преподают современной молодежи он все-таки знатный американский интеллектуал он сам близок не к нему консерватором но он республиканец не демократ вот и голос его относительно слышен в определенных кругах так вот слушаю жалобы на то что происходит в системе университетов сша я вдруг подумал а почему все так происходит то он жалуется что умирает преподавание классической античности и я здесь согласен с ним потому что где еще можно почерпнуть настоящую мудрость без идеологической начинки только в античности потому что много же последствий было чудовищно идеологизировано прекрасно я все сбиваюсь да все думают что плохо преподают или вообще хотят перестать преподавать античность я подумал это же фаза вторая первая фаза была бог умер вторая умерла культура больше как все просто вот теперь умирает культура религиозных столетий то есть богу проразгласили умершим начале века и стали строить человека божия все понятно вот но старую культуру которая столько сделала это культура относилась ко всему к стилям к литературе к музыке только сотворила за века ее нельзя было выкинуть как закрыть церкви церкви ладно можно было закрыть сказать а там ничего нет духа там нет они пусты вот церкви перестали посещать а сеть буква рощи да да это тут она уже темно поприветствуем ее и пойдем дальше да можно было вот отбитую отбитую людей охоту посещать церкви согласен вот разочаровать их но питаться старой культурой на это понадобилось столетия чтобы убить ее и вот и и убивают бог умер культуры умерла теперь уже открыто говорят что старая культура не надо это хлам теперь интернет тик ток фейсбук все это ерунда о чем это говорит на том что мы на пороге огромных событий они будут не менее мощные чем на рубеже 19 и 20 века умирание классической культуры в полном этом смысле замена ее вот этим трешем дешевым трешем помойкой ни к чему хорошего не приведет это вообще дезориентирует человечество дезориентирует несчастных несчастных людей у которых не будет никакого нормального способа определить где они находятся на тоже революционной траектории они станут потребителями как там тарантино пальп фикшн пальп фикшн пульп и буквально по букву пальп фикшн чтиво они станут потребителями чтиво на дешевой бумаге пальп фикшн я так понимаю криминально чтиво фирма называется наверно так вот пальп фикшн означает книгу напечатанную на дешевой серой бумаге из пульпы дешевой сделанной бумаги заехать что ли на выставку надо будет заехать развернемся сейчас я уже заеду с фасада по улице голосеевской так сориентировался это мы выехали на улицу выставочная вот это поперек улица героев обороны и по ней мы выезжаем на голосеевский проспект это проспект повысили статус и вроде был улица теперь проспект ну и ладно а мы можем так по тротуару поехали и ну и и и и и и Смесь Рима с балаганом. Эклектика, это всего лишь эклектика, господа, ну все, я разворачиваюсь. Ой, макс. Вот это стильное местечко, еще старый павильончик. У меня есть что-то такое, напоминающее какую-то китайскую беседку и одновременно римскую Дот Кофе Стэшн. Мама, вот тут есть футбол. Мама, вот тут есть футбол. Мама, вот здесь есть футбол. Таким. Сильно. Попробуем подержать. В принципе, не пух. Ну, вот здесь есть несколько клоп таких красивых. Вот одна. О, она заполирована немного. Люблю такое. В тон. С отделкой стен и рам, двери. Вот это мебель, вот это мой стиль. Это я хочу такую кровать себе домой. Столик так, нет, столик слишком. Слишком хлипкий, как для меня, нет. А кроватка как раз хороша. Убирать просто. И чинить. В том числе, что вообще не придется. Вон там тоже такие колоды. Я всегда был за такую революционную мебель агитировал. Наверное, мы видео послушали. Вот она, настоящая мебель. Господа, да выведет. Да здравствует стиль. Уйдет. Чепуха, вот. Как прекрасно. Поднил бочок, не беда. Зальем тут лака. Перемещается. В принципе, да, но посажено на какой-то кол. Вот это меня позабавило. Приятно. Какой нерубленный. Все, домой. Все, домой. Восемь часов. Почти. Что творится сейчас на Крещатике? Боже. Пробки. Пусть не время. Пробки. Пусть не время. Восемь. 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 В такое время видно великое преимущество велосипедов. Чау, incidents. Восемь. 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 Ну, уже на европейской площади. Поедем на мост имени нашего мэна. Субтитры сделал DimaTorzok Кочевень Субтитры сделал DimaTorzok 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 как же такой режиссер появился на площадке у рука близко все домой копик обогнал не могу никак ровно домой время идет я уж не буду заезжать дотянец скажу спокойной ночи у него мушевченко спокойной ночи тарас григорьевич ух ты ходишь соревнования что же такое у них что у всех сегодня выходной на не выходной сегодня тень 4 какой я неловкий премию то я даме за лучший костюм дал а за презентацию этого костюма не дал боже как я скажу как я скажу ужин то как я станку же такая неловкость порядок там у флоровского напоследок ему фонтанчик на куреневке хороший день сегодня покатался я чудесно о своей стране тюCharcze подписكان всем и